Говоря о развороте России на Восток, мы привыкли подразумевать в первую очередь Китай, но в последнее время стремительно развиваются отношения с не менее важным партнёром – Индии. Настолько стремительно, что тема не исходит с первых полос западных изданий. Что уже сделали Россия и Индия? А что задумались сделать – расперём в сегодняшнем выпуске, а также расскажем о новой истории невероятного спасения. Но сначала краткая сводка позитивных новостей. В Челябинске открыт завод троллейбусов. В Оренбургской области – крупнейшее в России серийное производство трубчатых радиаторов. В Рязани – производство полимерных плёнок за полтора миллиарда рублей. В Башкирии – мебельное производство за 450 миллионов рублей. Крупное производство хлебобулочных изделий запустили в Московской области. В Тамбовской области – вторую очередь крупного тепличного комплекса за 8,5 миллиардов рублей. В Амурской области – новую молочную ферму. Школу на 1100 мест открыли в Ногинске, на 825 мест в Коломне, на 825 мест в Истре и в Щёлкове. Детские сады открыты в Костромской области, Таганроге и Якутии. Российские школьники завоевали 4 золотые медали на Международной математической олимпиаде в Румынии. На этих кадрах вы видите, как приветствуют главу МИД России Сергея Лаврова в Индии на встрече министров иностранных дел «Большой двадцатки» в начале марта. Представительная делегация выстроилась у трапа, события сопровождает большое количество журналистов. В общем-то, стандартная церемония. Но вот там же встречают главу МИД Германии Анналену Бербак. Вместо делегации, принимающей страны, всего один распорядитель и двое офицеров, которому Бербак сама тянет руку. Азия весьма щепетильно относится к ритуалам, поэтому это не просто отдельный дипломатический эпизод, а лишь верхушка айсберга глобальных и необратимых изменений в мире, которые запустила Россия. Обратимся к цифрам. За последний год Индия почти в пять раз увеличила закупку российских товаров с 8 до 37 млрд долларов. После того, как Евросоюз отказался от российской нефти, эта нефть потекла в Индию. В итоге доля российской нефти в индийском импорте подскочила с 1 до 35%. То есть практически в одно мгновение Россия стала главным поставщиком нефти в Индию, потеснив США, Саудовскую Аравию и Ирак, которые осваивали этот рынок десятилетий. Похожая история с углём. После запрета ЕС Россия увеличила его поставки в Индию более чем в 2,5 раза, сбросив с пьедестала США и ЮАР. Ещё одна важная статья экспорта – российские удобрения. За январь-октябрь 2022 года объём поставок в Индию вырос почти в 6 раз. Но и это – лишь начало процесса. Важным побочным эффектом взрывной торговли России и Индии уже стало сокращение доли доллара в международных расчётах. Ведь Индия оплачивает нам поставки в рупиях, дирхамах, а теперь всё чаще и в рублях. На этой неделе агентство Reuters выпустило материал о том, что доллар из-за этого теряет своё господство. Индия занимает третье место в мире по импорту нефти и её пример перехода на иные валюты может стать соблазнительным и для других стран. Для того, чтобы понять, насколько это серьёзно, нужно знать следующее. Именно Индия является ключевым потребителем энергии в мире до 2040 года. Согласно базовому прогнозу Международного энергетического агентства, на долю этой страны придётся 25% прироста потребления энергии. Сейчас только 36% граждан Индии живут в городах. Для сравнения в Китае этот показатель составляет 65%. Но в последние годы наметилась серьёзная тенденция к увеличению этой доли, что влечёт за собой и рост энергопотребления. То есть Индия – это очень-очень лакомый рынок. И не только для поставок российской нефти, но и для вхождения российских компаний в капитал индийских нефтеперерабатывающих предприятий, участия в модернизации индийских энергосетей. Таких перспектив в ЕС мы не могли даже представить. Но есть ещё более многообещающее направление. Это газ. Основным источником энергии для бытовых нужд во всех регионах Индии является газ. И его нужно всё больше и больше. Ожидается рост спроса на голубое топливо в 6 раз. Как и кто способен его удовлетворить? Россия не имеет общей границы с Индией, как с Китаем. Поэтому не может построить газопровод вроде «Силы Сибири». Но есть несколько вариантов прокладки трубы через третьи страны. Один из них – газопровод ТАПИ, соединяющий Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию. Он не имеет шансов в обозримом будущем из-за нестабильности в Афганистане. Второй вариант более перспективен. Газопровод ИПИ должен пройти из Ирана в Индию через Пакистан. В июле 2022 года между «Газпромом» и Национальной нефтяной компанией Ирана был подписан меморандум, предполагающий помимо прочего сотрудничество в строительстве магистральных газопроводов. Присутствие российского газа в трубе ИПИ может быть обеспечено за счёт своповых поставок. Поэтому именно этот проект имеет наибольшие шансы на воплощение и наименование «Индийский поток». Он мог бы быть реализован уже давно, если бы не напряжённые отношения Индии и Пакистана, который и сам остро нуждается в дополнительных поставках газа. Однако сейчас в мире формируется совершенно новая геополитическая конфигурация и старые разногласия могут быть забыты. По большому счёту, другого выхода у растущей Индии, которой нужно выдерживать соперничество ещё и с соседним Китаем – нет. Теперь главный вопрос – будут ли американцы и дальше молча наблюдать за тем, как в стратегически важном регионе формируется мощнейший союз поставщиков и потребителей энергоресурсов без их участия. На Индию, конечно же, давят, принуждая осудить Россию и разорвать с ней все связи. Недавно британская BBC сняла документальный фильм, в котором рассказывается о роли нынешнего премьер-министра Индии Нарендры Моди в массовых межрелигиозных столкновениях 2002 года, которые обернулись гибелью более тысячи человек. В то время Моди был главным министром штата и позже отрицал свою вину, что было подтверждено специальной комиссией. Однако британцы решили намекнуть Моди о его уязвимости в свойственной им манере. Впрочем, Моди ответил жёстко. Фильм был заблокирован в Индии на всех ресурсах. А недавно в индийский офис BBC нагрянула налоговая проверка, которая опечатала редакцию и забрала документы у журналистов. Американцы тоже пытаются давить на Индию, но без явного успеха. А уж про европейцев и говорить не приходится. В то время как страны Запада продолжают давление и пытаются внести ещё больший разлад между Индией, Китаем и Пакистаном, Россия делает прямо противоположную. Медленно, но верно сближает позиции стран так называемого глобального юга. Если здесь будет сформирован общий энергорынок, своя валютно-финансовая система и свой контур безопасности, то это и будет означать полный крах однополярной системы. Обольщаться прежде времени не нужно. Индия – это сложный переговорщик, преследующий прежде всего свою выгоду. Но то, что конструктивные усилия России, ей по душе гораздо больше, чем коварные интриги Запада, можно видеть и по церемонии встречи дипломатов, и по цифрам товара оборота, и по многим другим сигналам. В этой глобальной шахматной партии наш ход слоном может стать решающим. Будем следить за развитием событий. Далее о героях. В Ростовской области загорелся жилой дом. Это заметил проживающий неподалёку 56-летний шахтёр на пенсии Валерий Харитонов. Были ли в доме люди, он не знал, но сразу же бросился на выручку. Через входную дверь из-за пламени войти уже было невозможно. Поэтому мужчина с помощью стремянки взобрался по стене и, разбив кирпичом стекло, проник в дом через окно. Всё было затянуто дымом, но внезапно раздался чуть слышный писк. Оказывается, Валерию Ивановичу повезло, и он влез в окно детской спальни. Три девочки спрятались под одеялом и звали на помощь из последних сил. Мужчина сначала спустил на улицу самую маленькую, полугодовалую девочку, потом другую, а когда вернулся за третий, то из-за дыма пройти в комнату было уже нельзя. Но вдруг налетел порыв ветра и на мгновение выбил дым. Валерий схватил ребёнка и вытащил из смертельной ловушки. К этому времени прибыли другие соседи и спасатели. К сожалению, выяснилось, что на первом этаже в месте возникновения пожара погибло два маленьких мальчика. Валерий Иванович переживает, что не знал о их присутствии в доме, но, скорее всего, шансов на их спасение не было. Родители же детей в момент трагедии отлучились из жилища. Как бы то ни было, Валерий Иванович Харитонов – настоящий герой и достоин награды за свой подвиг. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни. Берегите себя и своих близких! Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте время-вперед.рус. Благодарим за помощь и слова поддержки в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях по ссылкам в описании ролика, чтобы получать позитивные новости России каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok